Всем привет! Это проект Hotline Video, меня зовут Виталий Богданов. Компания FATEC продолжает развивать очень удачную линейку игровой периферии Блади. Сегодня речь пойдет о двух новых старших представителях линейки – FATEC Bлади TL8A и FATEC Bлади ZL5A. Блади TL8A выделяется среди внешне непритязательных коллег по линейке. Ее серебристый корпус украшен черными вставками перфораций, подсвечиваемой красными диодами. К сожалению, все это выглядит немного ляповато. Несколько текстур, глянцевые вставки, хромированные грани колеса прокрутки и три прорези на подладонной панели, ярко подсвеченные красным во время работы. Форма и размеры корпуса напоминают таковые в уже знакомой нам FATEC Bлади V5. Перед нами симметричная мышь, однако боковые клавиши навигации расположены только слева. Мышь среднеразмерная и будет удобна для рук разного размера и типов хватки. Корпус целиком выполнен из пластика и собран неплохо. Понравилась работа с основными клавишами мыши. Прорезиненная поверхность способствует улучшенному контакту с пальцами, а клик короткий, отчетливый и в меру жесткий. Не подвело и колесико мыши, пользоваться им удобно. А вот расположенные позади кнопки и рычажок, по умолчанию отвечающие за переключение режимов стрельбы являются не самым удобным решением. Дизайн Блади ZL-5A более сдержанный, с меньшим числом кричащих элементов, но при этом с характерными чертами манипуляторов FATEC. Пластиковый корпус стал несколько шире, при этом мышь симметричная, с дополнительными клавишами, расположенными под большим пальцем руки. Что касается боковых клавиш, то теперь это полноценный блок управления оружием. Двухпозиционный джойстик переехал на боковую панель, пользоваться им при таком размещении удобно. Стоит также учесть, что блок боковых клавиш несколько смещен вперед и к нему приходится тянуться. Интересной особенностью является выделенная кнопка понижения чувствительности сенсора для более точного прицеливания. Как и положено старшим моделям по линейке, TL-8A и ZL-5A оснащены топовыми сенсорами Avago ADNS 9800 с разрешением 8200 dpi, частотой опроса 1000 Гц и временем отклика в одну миллисекунду. С отслеживанием перемещения никаких проблем не возникло, как и со скольжением по поверхности. За этот аспект манипуляторов отвечают 4 металлических ножки с закругленной формы U-TL-8A и заостренной U-Z-TL-5A. Программное обеспечение FATEC BLOODY, успевшее дорасти до пятой версии, позволяет настраивать мышь в еще более широких пределах. Как и прежде, версии с приставкой A в названии поставляются с активированной функцией UltraCore 3, с особенностями которыми мы уже знакомились ранее. Манипуляторы также поддерживают и новый пакет Extreme Core 4, еще больше расширяющий возможность настройки параметров введения огня и настройки оружия, а также углубленную работу с макросами для любителей RPG. Если абстрагироваться от субъективной оценки внешнего вида, то в итоге мы получаем достойных представителей FATEC BLOODY, способных на равных соперничать с более дорогими и именитыми конкурентами за звание высокоуровневого оружия для максимальной результативности. На стороне обоих манипуляторов и довольно неплохая эргономика, и отличная современная начинка, потрясающая функциональность, а самое главное, по-прежнему демократичный ценник.